Привет, друзья! Сегодня у нас серия о 61 патроле, с которого мы делаем монстра. Значит, процесс у нас идет. Сейчас снимаем мосты с него, вырезаем все крепежи на портальные мосты. И к нам уже приехали вкусняшки. Сейчас я вам это все покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, сейчас о подвеске. Вот это вкусняшки, вот они пришли. Давайте посмотрим. Значит, подвеска OME. Old Man Emo называется. Длинное название. Значит, почему OME? Ну, потому что это из недорогих подвесок, это самое лучшее. То есть, ну, это мое мнение. В принципе, ходят они неплохо. Если более-менее неплохо подобрать пружины, да, потому что там есть плюс там два, потом плюс там силовой, плюс багажник. Короче, они там полмиллиметра, там по ноль каких-то миллиметров. Они толще, толще, толще. Вообще угадать очень сложно. Но я на некоторых машинах ездил, но это просто потрясающе. Они, если четко подобрано, машина все неровности дороги глотает идеально. Значит, мы озвучили в фирме, да, там женщина сидит, озвучили, что нам нужно, что на машине будет стоять, и она нам дала пружины. Значит, плюс два дюйма будет, и четыре амортизатора Nitro Car Gear Sport, вот так это правильно называется, и демпфер, рулевой демпфер. Обычно на портальные мосты мы не ставили демпфер, потому что руля не трепает ничего, в принципе. Но, так как у нас будут сорок вторые три подборы, это какие-то скоростя будут, сто, там, может, сто десять, двадцать по трассе. Ну, я считаю, можно поставить. Ну, поэкспериментируем, по крайней мере. Вот они, красавчики, амортики, да. Как бы они ходят, вроде бы, как неплохо. На патруле у нас не было проблем. Но на Land Cruiser 80 частенько, особенно задние, отрывает, вот здесь вот крепежи, там, где сварка, отрывает, отсюда масло начинает выливаться. То есть, ну, были такие, и даже не один раз были такие у нас проблемы. Два амортика оторвало, потом еще один, короче, и по длине мы все угадывали. Возможно, это не профессионально подобрали нам пружины, может, жестче, чем нужно, и их рвало. Я не знаю, в чем эта проблема. Ну, скажем, такое вот было. Посмотрим, как эти будут ходить. Как вы думаете, ребята, что это? Вы, наверное, сами в шоке. Короче, хозяин хочет эту блямбу поставить на капот, где-то ближе к краю капота. Сюда большие галакенки, ну, фары, противотуманные фары. Ну, как-то оккультурить, как-то подогнать, то есть, сделать такую бруталочку. Где-то он видел в интернете, ему понравилось, и попросил подогнать, вставить и, ну, все подключить. Будем мучиться, ребята, будем тыкать. Подходим к самому, можно так сказать, вкусному. Это расширители арок на наш патрол. Расширители арок, они будут исландские, они так называются. То есть, они только продаются, ну, можно купить их в Исландии, стоимость них полторы тысячи долларов. Они реально очень дорогие, да. Но, я думаю, мы можем уже придумать дешевле их. Значит, расширение, у них 16 сантиметров. Они сразу предназначены для больше колес, чем вот 35, я думаю, где-то 37-38. То есть, их прикладываешь к крылу, они идеально ложатся, и уже там видно, где бампер подрезать, где крыло нужно. Сейчас я вам приставлю и покажу, как они на машине смотрятся. В общем, ребята, у нас, ну, маленькая вроблемка, они, эти арки, рассчитаны под длинный патрол. А у длинного патрола выступ бампера немножко больше сюда, а у коротыша он заподлицом вместе с крылом. Но мы это нарастим, проблем, в принципе, не будет. Давайте поставим, посмотрим. И обязательно мне напишите свое мнение, что вы скажете об этих арках. Вот так они будут стоять, ну, плюс-минус, может выше, может ниже. Ну, вот приблизительно вот так. В принципе, мне очень нравится, они прилегают идеально. То есть, поверхность расширителя очень хорошо совпадает с крылом. Крепеж у них внутри, вот если вы посмотрите, здесь вообще бомбезный. То есть, можно на болты с шайбами большими закрепить, и вообще будет четко. То есть, не отвалится от малейшей ветки. Вот, ребятки, самое ценное. Это Tripodor 42. Насколько я знаю, в нашей стране еще на 42-х никто не ездит. Именно на Tripodor-ах. Они вообще, ну, тяжело доступные. Их реально очень сложно купить. Короче, 42 на 14,5. На 40-ые на 13,5 идут. Эти же на 14,5. 17-ый диск. Они бомбезные. Вы посмотрите, какая их высота. Я рост немаленького, ребята. Так что, ого-го, короче. В общем, процесс у нас пошел. Порталы уже под патролом. Крепежи мы повырезали. Сейчас начинаем подгонку под клюшки. Продолжение следует... Приехали наши диски. 17-ый. Тоже BMW. Часто задают вопрос в комментах. Сынок, вы что, что взяли от этих дисков? Почему вы ставите BMW? Сейчас вам отвечу. Значит, мосты Лапландера и патрола. Допустим, сравнительно еще кубик. На 16 сантиметров в Лапландере шире. И для этого нам нужны плюсовой вылет. Диски с плюсовым вылетом. Мы остановились на BMW. У них ET очень разные есть. В плюсе там. Плюс 50, плюс 10, плюс 15, 20, 30. Короче, различные. И 16-ые, 17-ые диски. Можно найти 10 дюймов ширина. Если сильно постараться, там и больше можно найти. То есть, выбор дисков огромный. И по надежности, как и оригинал можно взять, так и Китай. То есть, нас это устраивает. Офроудные диски ты тупо не поставишь. Потому что у них все минусовой вылет. То есть, ширина хорошая, но минусовой вылет. Куда его ставить? Для того, чтобы бортовик был открытый. И колесо торчало за машину полностью. То есть, нам это не подходит. Идемте, я вам покажу, как выглядят наши диски. Хозяин выбирал дизайн. И покраску делали где-то в Киеве. Порошковой покраской. Очень красиво. Там центр синий, обод белый. Мне, допустим, очень нравится. Машина, напомню, будет белая. Белая Lime X. Пошли посмотрим. Вот наш диск, ребята. Синий перламутр. Красивая краска на солнце бомбезная. Это беленькие болтики. Это обманка. И полка белая. То есть, порошковая покраска. Надега, то, что нам нужно. Вентиля металлические. Класс. Мне, допустим, диски нравятся. Напишите в комментах или вам нравится. Сейчас мы представим 52-му огромного от комбайна колесо. Посмотрим разницу. Как вам разница, ребята? Это все равно, что костыль стоит возле такого бублика. Блин, она, конечно, колоссальная. Высота, ширина она удивляет. Ну, буду на этом видос, ребятки, заканчивать. Наговорил вам, показал. Все. Все пока. Не забудьте про лайки. Продолжение следует...